доброго времени суток зрителям с чем гостям нашего канала с вами россии и это рубрика геймплей летсплей на канале роли game онлайн ребят сегодня мы с вами будем рассматривать игру под названием spell force 3 вышла на совсем недавно если бы точным 7 декабря сего года то есть 2017 и это у нас жанр рпг rock стелс но как по мне это больше почему-то напоминает мне ртс q я немножко у него попробовал поиграть поначалу было похоже на какую-то рпг я штука то шоу шоу потом не дали строить базу и получилось это все превратилось в ртс давайте мы с вами попробуем сыграть в стычку они в компанию значит как я понял здесь у нас есть люди эльфы и орки соответственно давайте возьмем людей против нас пускай будут выберем сейчас карт чуть побольше вот так пускай будет наш против нас пускай будут эльфы и пускай будут орки значит у эльфов цвет зелененький а орков пускай будет красный не обращайте внимание то что у меня не мой ник потому что я как бы купил конечно же игру на в своем любимом магазине то есть это на торренте ну ребятки и так получается так получается так значит пускай будет все в ривере изи потому что ну я не сильно в эту игру не играть и в принципе и мистик дали команде опишу вейс на браку 2 раз давайте прочитаю сейчас дочитает потом я вам в таинственной долине расположены у северо-западной границы барга гора черные камни горы встречают с буйной тропической растительностью под листья гибернические руины разбросаны по всему каньону всегда привлекали археологов которые считают что когда-то стоявший здесь город имел огромное значение для гибернийской империи однако красота дали нам манчево многие путники становились жертвами и опасной фауны нежити или просто безжалостной жары вот такие вот вот такая вот ситуация ребятки здесь происходит на этой карте очень как я понял все очень опасно нейтралы в виде зомбаков и прочей дряни по паре нас будут ожидать вокруг нашей базы мы сейчас с вами немножко построим базу подобываем ресурсы посмотрим что там вообще в этой игре есть может быть попробуем пойти чуть с кем-нибудь подраться и на наверно на этом заканчивать наш летсплей точнее наш мини обзор потому что рубрика на геймплей летсплей по новым играм мышь не будем сильно затягивать по времени ребятки обязательно обязательно я вот прямо вот это буду делать практически в начале видео обязательно ставьте лайки подписывайтесь на канал если вы это не сделали по проектам случайно хотя таких людей мало оставляйте свои комментарии я всегда постараюсь всем ответить и хлопцы ну аж как-то проявлять активность но кстати кто не видел может кто не принял внимание у нас уже с нас тоже 101 человек вы знаете что для меня это очень приятный я никогда не занимался накрутками никогда ни у каких каналов других не просил типа там давай я на тебя ты на меня то есть все вот как есть так есть собственно мы начали играть мы начали играть значит у нас есть в нашу базу главное как я понял здесь принцип такой вот у нас есть 10 крестьян которые готовы работать как добавлять на вольт костяне сейчас на еще не разобрался и обучение не проходил ну я думаю для краткого летсплея который мы сейчас хочу вам показать нам этого хватит значит что мы можем делать как вообще происходит строительство у нас есть следующие виды ресурсов это дерево камень яда свиток железа зелье арии не значит за хрень такая ну и соответственно численность значит есть у нас меню строительство то кнопка к по умолчанию нам здесь можно построить домик лесоруба но я думаю это понятно да вот если к примеру вот у нас есть как вы видите 134 досок можно здесь добыть то есть мы вот с вами ставим домик лесоруба сразу хлопцы у нас берут материалы которые у нас лежат на складе и чешут этот соответственно домик лесоруба возводить мы можем здесь указать сколько мы рабочих хотим задействовать на этом предприятии то есть если у нас свободных было десять мы задействуем три то у нас то есть а свободных семь и три человека уже конкретно будет выполнять роль лесорубов значит далее 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 что тут у нас тут у нас есть камень значит давайте здесь мы поставим каменной то есть мы опять же можем примеру здесь одного лесорубчика убрать да вот так вот сделаешь только два работала лесоруба то есть одного человека мы освобождаем и соответственно здесь мы потом тоже каменотеса можем одного убрать и сделать только 2 распределение труда скажем так так дальше дальше давайте обязательно построим нам нужна пища это это у нас будут охотничий домик не знаю давайте поставим улыбка здесь чтобы хлопцы если что потом могли ходить и охотиться еда нам очень нужна будет конечно куда без нее вот как вы видите уже пацаны начали долбить камень здесь хлопцы у нас рубят деревья и переделать их доски божьи камни это ваш первый божий камень подобные камни позволяют нанимать героев а также воскрешать их в случае гибели хочу давайте мы сейчас пошлем туда одного верующего пускал молятся за всех за нас из-за них так если мы выбираем божий камень мы можем выбрать здесь элементалиста мастер лучник некромант оккультист командир жрец я хочу оккультиста не знаю почему но пускай это будет оккультист так здесь у нас торговец который по ходу можно тут же с элементами рпг ребятки я правда с этим не разобрался как это все происходит но как я понимаю элемент рпг здесь присутствует конечно же так что мы дальше по строительство можем строить так 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 значит рыбацкая хижина ну я думаю в этой луже вряд ли в этой луже тут мы вряд ли есть какая-то рыба давайте тогда построим казарму где-то вот тут разместим казарма здесь рекрутинг проводится по принципу опять же должны быть рабочие сержанты инструктора который будет обучать нам хлопцев для войны так у нас есть оккультист вот у него есть свои тут способности не увидите вот как вы видите но из предмет и то есть мы можем вооружать по-разному это наверное у сейчас как раз присутствует элемент рпг значит заклинание у него здесь есть по способностям что автоматические атаки высасывать жизнь из цели автоматическая атака ненадолго пониже поражает несколько короче вот эту хочу хилял себя атаку нормально такой серьезный рыцарь мне уже нравится такой серьезный хлопец само что ни на есть серьезный так значит мы казарму построили значит казарме мы можем мили новобранцев что мы понаучили поджигателей базовый стрелковый юнит наносит урон нескольким целям в небольшой зоне давайте наверно возьмем четыре еды стоит новобранцы больше пока не будет возможности потому что у нас еды немного нам потом нужно как я понимаю перейти на следующий уровень городской центр открывает доступ к новым зданиям потому что если посмотреть вот видите второй ранг здесь уже железный рудник литейная то есть мы сможем уже железную руду в слитки переправлять ферма нескончаемый постоянно запасы еды потому что пока не ходят пока не где-то охотятся пока не там разделывают перенесут в общем очень долго времени на все уходят ферма мне кажется будет более стабильный и на третьем у нас тут видите уже академии пошли и святилища всякие ну в общем там тоже все серьезно как я понимаю здесь есть всякие типы как аванпостов герой опять же качается сейчас мы немножко себе поднастроим наших хлопцев вот они сразу кстати не почему-то по три человека мне кажется чисто моя догадка потому что у нас тут три инструктора поэтому они сразу потребительно такие хлопцы с топорами и щитами обычными культист такой блять ну меч у него просто пафосно ребята вы извините что я выражаясь но я думаю вы со мной согласны давайте возьмем поджигатели все-таки чтоб не если что нам поддерживали в дальнем бою и пойдем каким-нибудь зомбакам войнём тут в округе пока нас пацаны все добывают потихонечку еду давайте видите у нас нету свободного нету свободного это кстати у нас строители давайте мы оставим вот так вот два строить мой три строителя оставим добавим одного охотника конечно же потому что добавим наверное еще дерево одного на дерево так так все поджигатели у нас есть эти у нас есть тик-так какой-то он больной такой у нас оккультисты так экспансия экспансии не жизненно необходимо для победы так как увеличивает лимит ваших поставок и дает новые ресурсы для сбора для экспансии своим отрядом героев вы смотрите в фланги имя позначены места где можно построить новое вонпост флаги видны короче вот здесь мы можем построить с вами новое вонпост но перед этим нам надо помочить вот этих зомбаков которые конечно же у нас тут напали видите это нежить нежить это гнилой лучник это гнилой солдат ваш отряд героев получил новый уровень конечно рубасит их всех жестко есть есть смотри как он быстренько относительно быстренько качается почти 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 лапс еще один четко так чё я тут короче хочу построить да как мне это сделать я прослушал если честно а не надо было нажмите здесь чтобы построить все он строит а мы не можем ему помочь помогите герою падла ладно герой сам построит не помню что была за игра тоже статей где нужно было захватывать тоже таки а вам поста которая проходит по карте и потом между ними там типа повозки начинает ездить потом поезда вроде что-то типа еще компейс если они что-то так вы построили первым пост тем самым завоевали соответствующий сектор сектора под вашим контролем автоматически отправляют друг другу ресурсы ну вот за что я и говорю а я вот как раз улучшая мы получается у нас рабочих больше становится видите на хорошо дозорный пост дозорный пост ребята давайте передовой пост построим хочу что лучше мор передовой пост так ну что давайте идем дальше потихонечку наши юниты сами его сама восстанавливаются скажем так давайте пойдем дальше еще какой-нибудь пост надо захватить передовой а как же конечно он тоже видит тележка приехала так о серьезные ребята какие-то какие-то пылающие трупы ребят я надеюсь у вас не лагает потому что я сейчас я все выставил на минимальные настройки а вообще игра конечно очень красивая когда но если использовать на ультрах до этого я на ультрах играл мне она больше понравилось конечно на ультрах чем так ну ребятки все для вашего комфорта чтобы вам было более приятнее смотреть потому что слаги не смотреть конечно мне кажется не очень смотрите золото льется рекой мы потом сможем он наверное потратить у торговца братан наш один умер даже два ну нато они братаны наши а на что у нас герой тащит еще один братан погиб вот есть уровень ша давайте рубить этого здорового так оккультизм две способности венья тьмы временная аура которая наносит урон ближайшим противникам аура которая каждые секунды вызывает случайный труп по близости приносит жертву случайно в ближайшие юнии чтобы исцелить окружающих его союзников давайте вот это возьмем и вот это возьмем так нажмите всем чтобы открыть к нему заклинание здесь вы можете притаскивать акционные способности в ячейки способностей после этого герой может использовать их преимущество это пассивные способности понятно хорошо вот короче заклинание значит я вот хочу и как не взять вот вот он получается к юге а юра то нечестивая аура которая вызывает трупы давайте попробуем ну а она взрывает они вызывают ну и алёша блин петрович ладно давайте еще не на вам постик построен здесь и нормально так будет опа ухты ухты это кто кастагрыз ребята это что-то серьезно происходит надо герой чтоб вмешался слушайте какие-то волки огромные давайте поцелуй короче хрени какой-то сделаем а я одного убил зато всех своих полечил все бьем более взрываем трупы вот так вот вот так наносим урончик что-то мы начинаем просасывать немножко у нас закончились наши воины света мы схаваем сейчас вот так вот вот давайте давайте ребяточки тащите конечно можно я сильно отвлекся там вообще это как стратегия а не рпгшка мочить всяких мобов ну давайте мы сейчас короче прямо вот сюда на передовую пришлем вот так вот отряды смотрите там еще и два лучника уходим 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 оставляя оставляя этих пацанов они уже смертники уходим беги 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 парень беги ты должен жить ты должен жить ладно поджигать я тебя тоже спасу беги ваня ваня давай так где там пацаны наши уже зарекрутировались да первая пачка пошла первая пачка пошла ребята через 50 процентов еще будут поджигатели у нас давайте пока тем временем мы уже стали крутые вы потеряли сектор ну понятно потеряли сектор потому что кто-то нам наверное или эти зомбаки обозлились на нас или мы все таки не одни так у нас не хватает еды придется немножко отказаться от войск сейчас может перейдем в следующий век то попробуем построить какую-нибудь ферму господа а мы тут что стоим вообще что мы ждем у морепогода или что давайте это тоже арбайтом что там у нас дерева не хватает да домик лесоруба приехали поцелы приехали так а пацаны сюда же пришли я извиняюсь так вот уже подкрепление подошло все нападаем на эту собаку дикую толпой толпой пацан давайте сразу наших воинов новобранцев туда сразу же вот так вот чтоб они обрабатывали лучников все эти фокелами добьют где там еще лучники вон они почему-то они убегают но вы не убежите уже от нас еще подкрепление пришло герой пошел сам тащить Смотрите как они долго их бьют сразу видно что неподготовленные новобранцы вообще неподготовленные давайте давайте ребята толпой навались навались дружно оп красавцы давайте давайте оп чик чирик мы в домике так где наш герой встроил он пост пацаны по охраняет пока правильно пацаны легко так а я вот не могу понять в чем мы здесь разберемся с вашей едой так значит я хочу охотничий домик хочу ребятки поставить вот тут так соединение божьих камней у вас теперь есть два божьих камня между ними может быть температурный портал понятно короче можно будет так так ну что ну давайте видите уже и дерево надо мы уже поехали на аванпост сейчас эти достроят эти боты охотятся короче короче мы в двух местах дерево добываем в двух местах будем еду добывать ну пока так пока так качнули нашего персонажа трошки давайте возьмем автоматические атаки недолго давайте пассивочку а это тоже активочка ну ладно это тоже активочка ну ладно хорошо так что мы здесь давайте еще еще одного вот тут одного уберем вот поставим еще одного охотника он куча зайцев бегает везде почему бы их не мочить и не делать из них еду ребятки тем более мы сейчас в конкретном минусе но зато мы можем построить много 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 этих построить много рекрутировать наемников в армию так давайте попробуем найти в общем компьютера немножко с ним деремся и наверное все будем заканчивать что тут везешь нам дерево везет нормально а вот кстати и первое зелененькая хрень это дозорный пост не хочу к нему подходить он наверное жестко будет стрелять давайте попытаемся его короче так по-быстрому пробежать дозорный пост нет мы сейчас проверим сейчас короче одного туда пошлем посмотрим что из этого будет дозорный пост а по-зади сзади 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 бегут вот герой напал герой пошел первый замес у них не один герой я уже вижу сразу я сейчас активирую вот такую штуку другу массовый урон по всем взрываю трупы хаваю все так минусы героя один упал второй герой сзади иорфан какой-то наверное хиллер давайте 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 это эльфы как я понимаю не орки а теперь получай кобыла на тебя порубим да она видела исцеляет командир кабанчик у них там дикий ходит все казнили мы ее что все давайте пойдем пост добьем добьем пост ну а добивать мы пост конечно уже будем ребятки в следующей игре спасибо за просмотр подписывайтесь на наш канал ставьте лайки это был ролик гейм онлайн и с вами был росси ребят всем до скорых встреч всем пока пока и